Это программа Политпрайм. Мы, напоминаю, говорим о политике и о том, как она влияет на каждого из нас. В конце прошлого года губернатор, край Михаил Дегтярев, в интервью на канале Губерния, честно говоря, меня и моих коллег просто ошарашил, что надо срочно менять структуру публичной власти в крае, и это должно быть отражено в новом уставе. О том, как идет работа на новой редакции устава Хабаровского края, расскажет сегодня глава законодательной власти региона Ирина Валерьевна Зикунова. Здравствуйте. Я ничего не напутал. Тут конституционное право, я могу в терминах ошибаться. Все верно. Речь идет о государственном правовом устройстве на уровне субъекта Российской Федерации. И в самом деле мы зашли, как говорят в терминах работы над законами, в самый основной закон, в устав Хабаровского края. Если перевести, это по сути такой учредительный нормативный правовой документ Хабаровского края, устанавливающий правовой статус и личности, и конституционно-правовой статус нашего субъекта Хабаровского края, прописывающий структуру органов государственной власти, ее взаимодействия с другими уровнями публичной власти, с федеральным уровнем, с уровнем местного самоуправления. А почему возникла необходимость срочно его менять? Вроде сколько мы лет уже живем при старом уставе, и тут новый? К слову сказать, старый устав сработан был добротно, хорошо. Вот у него есть начальные слова, слова, выражающие позицию, миссию депутатов, принявших некогда этот устав. Преамбула мы практически не тронули преамбулу, потому что то обещание и те принципы, на которых устав принимался, они остаются незыблемыми. Но необходимость принятия в новой редакции связана с формальной точки зрения, с обновлением конституционно-правовых положений в Российской Федерации в целом. Не будем забывать, что старт этим изменением был задан при принятии конституционных перемен, одобренных общероссийским голосованием. Собственно, этим законом конституционной поправки была предопределена далее ниже следующая линия развития законодательства, в том числе законодательства, регулирующего деятельность публичной власти на уровне субъекта Российской Федерации. И такой федеральный закон, 414, закон уже принят. Ну а дальше в процессе обсуждения закон о местном самоуправлении в единой системе публичной власти. Он пока отложен, но тем не менее это следующая по уровню сфера вопросов публичной власти. Чтобы было понятно нашим зрителям, в двух словах можно сказать, что поменяется? Ну, во-первых, конечно, в Конституции Российской Федерации дано актуализированное трактование социальных обязательств государства по отношению к гражданам Российской Федерации. То есть в более развитом и актуальном трактовании даны статьи, касающиеся обязательств государства по обеспечению прав на образование, самостоятельное творчество, прав на экологическую защиту и так далее. В связи с этим мы также в Оставе Хабаровского края поменяли трактовки от просто таких стационарных обязательств государства в области социально-экономической политики в более динамические, что ли, обязательства, связанные с тем, что государство занимает здесь не просто такую регулирующую позицию, а проактивную управленческую позицию, реализуя политику на самых современных принципах. Ну, есть, конечно, такие формальности, которые звучат по сравнению со старой редакцией Устава, ну, тоже, в общем, по-новому. Ну, ранее, например, субъекты были свободны устанавливать сроки полномочий органа законодательного и сроки полномочий главы субъекта. Сейчас четко стандартизованный срок установлен 5 лет, да, вот в электоральном цикле. Но можно сказать, что власть по стране унифицирует, как бы, да, по одному федеральному стандарту. Можно точно сказать, хотя есть оговорки в том же самом 414 законе, открывающие, ну, такие нюансы, традиционно-исторические, культурно-исторические нюансы для региона, когда речь идет о том, что стандартное наименование первого лица в субъекте, глава субъекта Российской Федерации может быть, в принципе, трактована с традиционно исторических позиций, как, скажем, там, губернатор. А у нас в крае станет и губернатор, или будет глава? Ну, вот та редакция, которую мы подготовили, она была в унифицированном варианте, вот, ко второму заседанию рабочей группы. Мы идем пока вот с титулом глава, хотя дополнительно были приняты также на федеральном уровне нормы, которые позволяют более мягко к этому отнестись, и пока мы находимся в процессе обсуждения. Вы знаете, по поводу этой унификации к нам вот были обращения наших зрителей, вот, они задают вопрос один, достаточно острый, только если вы не против, я задам его ученой, да? Я знаю, что вы тоже ученая, очень авторитетная, но еще и политика. Хотелось бы, чтобы человек со стороны, вот, холодными глазами взглянул. Вот вопрос звучит так. Не является ли такая унификация нарушения нашей российской конституции, соответственно, конституционных прав граждан? Я предлагаю ответить на этот вопрос Веру Александровну Юхнову, Донцета, кафедры государственно-правовых дисциплин Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидата юридических наук. Давайте кратко разберемся. Вообще, каково предназначение конституции и уставов субъектов? Необходимо учитывать, что они имеют одинаковую юридическую силу, и когда мы анализируем и выявляем сущность и значение региональных уставов и конституции, доминантное значение имеет именно федеративная природа России, которая предполагает жесткую иерархию в соотношении федеральной конституции и названных актов. В Российской Федерации сущность, в нашем случае, устава субъекта можно рассматривать через призму юридического акта, который имеет высшую юридическую силу на всей территории в рамках собственных предметов ведения, гарантированных федеральной конституцией. Вы хотели бы что-то добавить? Можно добавить, что в основе демократического государства, с демократическими основами правления, с постулатами о суверенности народовластия, вот это равенство для субъектов, оно представляется справедливым, потому что за культурно-исторической некоторой самобытностью открывается окно возможностей для некоторого неравенства, в том числе в публичном трактовании, в том числе в статусности, в том числе в том имиджевом продвижении субъектов, которое станет неизбежным следствием такой разницы. И мне представляется правильным, на самом деле, вот эта установленная норма о том, что нельзя повторять на уровне субъекта наименования, которые мы видим в наименованиях высшего лица, первого лица государства Российской Федерации. Ну, грубо говоря, президент в стране должен быть только один. Конечно, и первых лиц, скажем, других субъектов, даже если это республиканские форматы. Я не могу не дать слово представителю местной власти, но местной в широком смысле, районов, муниципалитетов. Мы долго думали, кого об этом спросить, и выбрали Александра Яца, главу администрации Хабаровска муниципального района. Он ответит на вопрос, вот такая унификация, она не задевает ли его права, как человека, избранного народом, соответственно, не задевает ли права его избирателей? Вопрос достаточно сложный, особенно применительно к нашему Хабаровскому муниципальному району. Я скажу, что здесь можно было бы рассматривать, ну, скажем, категории отдаленных сел, направление комсомольское, посмотрите, Вятская, Петропавловка, Сикачалян, Елабуга, Челны, или, допустим, направление сел, которое находится в труднодоступной местности, скажем, есть сезонное ограничение, как улика национальная, как Победа, как Пасека, или начеленные пункты, которые сегодня в закрытых городках, как Хабаров-47, скажем, да, или Князьеволконская, там, Вятская, да, или, скажем, приграничное село наше Казакевичево, поэтому очень внимательно нужно смотреть, поэтому всесторонняя рабочая межридостная группа и была создана, и право обсуждать этот вопрос. На первом заседании мы, конечно, рассмотрели структуру, а сейчас вот будем разбираться в содержании, я являюсь членом рабочей группы и скажу, что право есть у каждого главы поселения, у каждого депутата сельского поселения, районного собрания, у общественности, на горячую линию задать такой вопрос, значит, относительно тех особенностей или тех предложений, которые можно было бы рассмотреть на заседании рабочей группы. А что касается ущемления моих прав, то, или прав, скажем, моих избирателей, или депутатов, которые за меня проголосовали, да как к этому относиться, конечно же, я не маркиз Карабас. Вот сегодня говорится о том, что должна быть централизация власти. Мы находимся сегодня в особых условиях, вся страна находится в этих особых условиях, и если наверху принимается решение относительно централизации, может быть даже в этот промежуток времени отойти несколько от демократии, значит, и осуществлять назначение. Я считаю, что ни президент, ни полпредства сегодня не примет какого-то неправильного решения, а все это будет только эффективным. Ну, мне кажется, Александр Петрович достаточно прямо сказал то, о чем другие, возможно, умалчивают. В стране просто нужна более жесткая рука при управлении. Я бы сказала, что в стране актуален вопрос об управляемости, да, и Александр Петрович рассуждает с позиции текущего момента тех совершенно новейших обстоятельств, которые связаны со специальной операцией, да, с санкционным давлением на Российскую Федерацию. Но не будем забывать, что мы все-таки начали процессы, ну, такого структурирования публичной власти в русле перемен, да, конституционных перемен в ответ на перемены объективные в социально-экономической динамике. С одной стороны. А с другой стороны, это также реакция, очень хорошая обоснованная реакция на такую, я бы сказала, культурно-территориальную особенность Российской Федерации. Российская Федерация в силу своих культурно-исторических традиций объективно нуждается в более высоком уровне регулирования, выстроенного иерархически. Почему? Потому что это территориально очень большая страна. Это страна, которая имеет высокую степень пространственной неравномерности с точки зрения социально-экономического развития. Она имеет очень много проявлений культурной самобытности в силу действительно национально-религиозной специфики тех или иных районов. И для того, чтобы в целом обеспечить цели суверенности, независимости и создать условия для социально-экономического процветания нашей страны, объективно вот такое образование, политическое, экономическое, культурно-историческое образование, как Российская Федерация, большое государство, нуждается в более выстроенной, четкой, управляемой системе государственной власти. Ну, если говорить откровенно, именно этого давно граждане и требовали. Потому что, ну, честно говоря, людям главное, чтобы вот то, что им государственным обещано, оно выполнялось, независимо от уровня власти. То получается, что где-то наверху пообещали, а пока спустится до конкретного главы села, все исчезнет. Есть, знаете, может пригодится на самом деле вот этот тезис, есть контраргументы, связанные с тем, что это каким-то образом гасит демократию, ни в коем случае. На самом деле, хорошая демократия и власть народа заключается в ответственном отношении к представителям народа, которые заходят во власть с одной стороны, и с другой стороны в готовности власти быть в конструктивной обратной связи с людьми, то есть слышать сигналы людей, отрабатывать их, уметь слышать предложения людей и воплощать их в хорошие управленческие решения в системе государственной власти. Это то, чего давным-давно не хватало. Несмотря на очень широко трактуемую совокупность прав, свобод и демократию, которая получила развитие в Российской Федерации в последние десятилетия, мы не можем похвалиться истинным контактом между властью и народом. Мы не можем похвалиться действительно короткой дистанцией, которая сложилась бы у власти и у народа. Вот это то, реально чего не хватает. И это совершенно не противоречит более высокой ответственности и четкости в организации государственной власти. Ключевое слово – ответственность. Абсолютно. Спасибо. Ну, подождем принятие устава, потом снова встретимся, обсудим его уже в готовом виде. У нас в гостях была Ирина Валерьевна Зикунова, глава законодательной власти Хабаровского края. Мы смотрели программу «Политпрайм». Мы обсуждаем в ней политику и то, как она влияет на жизнь каждого из нас. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...